ДОКТОР КАТС Да, извини, Бэн, я просто... Никогда вас таким не видел, Стив? Да, вот, потерял парня, а теперь один тут остался. Что значит «потеряли парня»? Вы... Он уволился, ушел, доелся, но не выдержал. Уже второй от меня уходит. У нынешних молодых нет ответственности, это я согласен. Я бы развил с тобой эту тему, но мне, знаешь ли, нужно работать, Бэн, извини, старина. Если бы только я мог вам хоть чем-то помочь с вашими проблемами... Да легко. Хочешь, хватай передник. А на нем эмблему пекарни? Нет, я в смысле поработать. А, вы мне работу предлагаете? Да. Это ошибка, Стив. Мне срочно нужен человек, у тебя вроде бы нет работы, ты так и так здесь каждый день. Вы в отчаянной ситуации и путаете хорошего клиента и хорошего работника. Думаю, у тебя получится, ты будешь классным. И что мне нужно будет делать? Брать хлеб, класть на поддон, перекладывать с поддона до прилавок, идти в кладовку за домом. Вот и все, собственно, иду. Вот я уже запутался, это слишком много задач для меня на один день. Знаешь, Бет, я вижу в тебе что-то, что есть только в классических пекарях. Правда? Ты индивидуалист, любишь делать все по-своему. Это точно. Подходишь по типу? Ну, я же ничего не знаю про хлебопечение. Я всему тебя доучу. Я искал настоящего ученика, кого-то, кто действительно хочет прийти сюда с желаниями и готовностью. И я уверен, ты подходишь, парень. Очень вдохновляющие слова, но нет. Вот, доктор Катс. Я сижу на диване. Мой пес облизывает себя, я мастурбирую. Мы встречаемся взглядами, оба начинаем смеяться. И знаете, он быстро превратился из животного в друга. Собак не зря зовут лучшими друзьями человека. Доктор Кааа, я пойду уже. Мы почти закончили, Дэйв. Смотрели по телевизору «Животные атакуют»? Пару раз. Я смотрел как-то про бой быков в Испании. И вот один парень выходит на арену. И бык подцепляет его рогами и срывает с него штаны и трусы кончиком рога. Не кокаином или там обещанием роли в кино. Просто рогами. И потом, представляете, доктор, парень встает и бросается бежать. Бежит, а член болтается в разные стороны. Он даже не пытается прикрыться, потому что очень напуган. Он просто бежит, размахивает членом и орет «помогите, помогите». Не знаю, как это по-испански. «Помогите». Он очень испуган. Я знаю, я немного не того, но я вам скажу, вот это называется страх. Если выйдете сегодня отсюда и видите человека, бегущего по улице с болтающимся членом, бегите вслед за ним, потому что к вам приближается что-то очень страшное. Ты печёшь хлеб? Я пеку хлеб, посмотри. Господи, хочу кое-что тебе напомнить. Да. Ты не умеешь печь хлеб? Нет, не умею. Но это не... Ну знаешь, нужно время, чтобы втянуться в это. Вот на, попробуй. Неплохо. Это из пекарни. Теперь попробуй это. Этот слегка недопечён. Но я думаю, я бы привык, если бы сошёл с ума. Я не буду заставлять тебя есть. Но пахнет бесподобно. Знаешь, почему я пеку хлеб? Наверное, потому что у тебя есть время. Время есть, но я сегодня был в пекарне у Стива. У него ушёл подмастерие, и Стив предложил мне работу. Бен, это так маловероятно. Я знаю, я предвидел твою реакцию, но я думаю об этом. А знаешь, Бен, у тебя много качеств для подмастерия пекаря. Да, я слабоумный. Тебе незачем жить. Очень низкий IQ. Ты всё равно завсегдатой пекарни. Как ты определишь, когда готово? Наверное, когда дым начнёт идти, как сейчас. Стив сказал, нужно стучать под нищу, и когда звук будет как пустота, значит готово. Он слишком много времени проводит в своей пекарне, этот Стив. Тогда это нехороший звук. Он готов, но... Ого! Знаете, до этого была пара неудач. Ясно. Знаешь что, мне нравится эта форма. Есть в этом своя эстетика, но глаз сразу же притягивает конец батона. Правда? Я совсем не планировал эту форму. Это хорошая, очень хорошая форма. Очень и очень даже. Да, форма хорошая, но... Это я и заметил вчера. Чувствую я талант. Я талант чувствую, да? Спасибо. Это талант. Какой вы заводной, Стив. Вот оно. Это, я тебе скажу, нечто для новичка. Сделать такие батоны. Что я тебе вчера говорил? Я... Талант. И знаешь что? У тебя фигура пекаря. Я знаю, вы говорили мне это. У тебя фигура пекаря, друг мой, друг мой. Был друг мой перед глазами. Да, сэр. Я в эти годы ходил сюда. Оу. Ну, как я и не понимал, кто это ходил. Пекарь. Ага. Подходящие руки. Да. Подходящая походка. Подходящая посту. Подходящая садка. Хватает ему внимания. Хватает концентрации. Я сказал себе, ты пекарь. Ты должен научить его передать навык. Электрическая печка. Увидев покупателя, можно сказать, эй, у него в фигуре пекаря нет. Знаешь почему? Потому что это машина. У машин нет тут этих двух штук. Что это, Бен? Что? Это глаза. Это глаза. А знаешь, что под глазами, Бен? Да, нос. Инстинкт. Инстинкт для другого пекаря. Да. Я вижу другого пекаря. Есть во мне что-то, какое-то чувство. Наверное, пришло с годами. Откуда ты изнутри идешь? Вот я говорю, хочу обнять тебя и сказать, давай печь! Мне неприятна мысль, что Бен касается теста, которое люди потом будут есть. Да, я понимаю, о чем ты. Мне никогда не нравились большие изделия из теста. Туда обязательно что-нибудь попадает. Да, точно. Колпачок от ручки, что-то такое. Ты слишком фокусируешься на санитарных аспектах этой работы. Намного важнее тот факт, что у него будет работа, будет постоянное занятие, как у нас с тобой. Трогать еду. Лора, ты слышала про скандал в пекарне? Нет. Булочки пристали друг к другу. Неплохо звучит. Звучит ужасно. Это шутка, в которой есть... Мне еще бабушка рассказывала. Знаю, но то, что она еще ходит, говорит о нашей общей терпимости. Во сколько я буду начинать? Когда приходить? Бен, приходи сюда к четырем, все будет готово. Четыре... Завтра утром в четыре утра. Утра? Да, я рад. Это прекрасно. Подождите-ка, Стив, подождите. Поверить не могу. Просто вошел в дверь. А я собирался в тоскаду ехать. По всему миру готов был искать. Я и говорю, кто бы мог подумать, просто вошел в дверь. Блин. Четыре утра, Бен. Окей, до встречи. Можно уволиться. Думаю, вообще-то мне нужно к семейному консультанту. Вы пришли ко мне, Кэтрин, и, полагаю, на то есть причина. Вы уже сколько лет замужем? Семь. Семь лет. И двое детей? Да, но чувствую себя матерью-одиночкой. Считаете, что ваш муж не помогает вам в воспитании детей? Да, я уверена. Женщины разводятся с мужьями, чтобы заставить мужей видеться с детьми хоть по выходным. И я подумала, что для детей это, возможно, было бы лучше. Иногда это помогает, Кэтрин, если нам разыграть ситуации, возникающие у вас в семье. Но играть в вас будете не вы, а я. А вы изображаете вашего мужа. А потом попробуем наоборот. Окей, я мой муж. Итак, вы... Я мой муж. Итак, я дома уже час. Но вместо того, чтобы зайти к вам в дом, я плаваю в бассейне. Привет, дорогая. Я должен был вас предупредить, я не очень силен в ролевых играх. Мне это сложно. Извините, вы же сами предложили, а в чём вы сильны? Честно? Я силен в объяснении снов, тех, где вы в школе, и голые. Бэн? Угу. Твой будильник сработал. Супер. Я лягу, пойду. А ты давай, вставай уже, у тебя сегодня первый рабочий день. Угу. На, унеси отсюда будильник. Мне не нужен будильник, мне ещё несколько часов можно спать, а тебе нужно вставать. Нет, я не собираюсь сейчас вставать. Хочешь, я налью тебе кофе? Нет, нет, я буду дальше спать, так что иди к себе. Нет, Бэн, тебе уже пора. Я не уйду из комнаты, пока ты не встанешь. Пап, я не буду повторять, так что... Я думал, ты как-то соберёшься. Это же твой первый рабочий день. Угу. Хочется сказать в жизни. Угу. И я не хочу, чтобы ты испортил этот день. Я знаю, что ты будешь злиться на меня, если я дам тебе снова уснуть. Сколько сейчас времени? Уже 3.48. О, Господи. Вот так я раньше будил тебя в школу, Бэн. Да. Этот маленький поросёнок пошёл на рынок, а этот маленький поросёнок остался дома? Пап, у этого поросёнка есть розбиф, а у этого поросёнка ничего, а этот поросёнок... Но теперь это как-то странно, потому что тебе уже 25. Нет, нет, это с самого начала странно. Нет, не трогай мои пальцы, я не играю в поросят. Очень хочется снова лечь спать. Ты достал. Не хочу я играть с тобой в поросят. Слушай, если хочешь начать день по-правильному, иди за мной. Я пока не очень соображаю. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, возьмись за голову. А теперь вдохни. И пропусти это через себя. Оно выстаивалось тут всю ночь. Должно быть идеально. Вдыхай запах. Вдыхай. Стив. Вдыхай, вдыхай, не разговаривай. Окей. Ого. Блин, это что-то... Вот оно, вот оно. Блин, гадость какая. Что это? Это дрожжи. Я не пью уже 10 лет. Но каждое утро прихожу сюда и вдыхаю в себя запах теста. И поверь мне, подышишь этим полчаса и весь день будешь летать. Будешь порхать по этой пекарне. Как птичка. Станешь таким пекарем, каким ты хочешь быть. Да. Так? Ты готов начать обучение ремеслу? Да, да, давайте начинать. Мой ученик. Мой босс. Блин, все болит. Ты учишься? Ты учишься? Слушайте, как насчет перерыва, Стив? Хочешь перерыва? Конечно, мой ученик. Возьми французские батоны, отнеси их в печь, вынь булочки, выложи их на прилавок, вымой дальнюю раковину, и потом можешь устроить себе перерыв. Я собирался устроить перерыв прямо сейчас. Как только ты все сделаешь, можешь пойти на перерыв, ясно? Окей. И, кстати, когда притрагиваешься к французским батонам, говори с ними. Поверь, это помогает. Говорить с ними? Смотри, что я делаю. Взгляди на секунду, хорошо? Я подхожу к ним и говорю... Они идут в печь и чувствуют себя чуть лучше, и передают это покупателям. Я... я не буду этого делать. Привет, Лора. Привет. Сколько на твоих? 9.06. 9.06. Бен работает уже почти пять часов. Представляешь себе? Нет, не представляю. Да, это замечательно. Это начало новой эры для всех нас. Офис доктора Катца. Лора. Привет, Бен. Лора, это Бен? Как ты? Нормально. Расскажи ему о новой эре. Ты разве сейчас не на работе? У меня перекур, но я не курю. Спроси, хочет ли он со мной поздороваться? Хочешь поздороваться с отцом? Да я хоть с кем бы поговорил. Привет, Бен. Папа, как тебе работается? Супер. Бен, мне нужно вернуться в кабинет, извини. У меня прием через две минуты. Да подожди, у меня еще 8 минут перерыва. Я передаю трубку Лоре. Нет. Лора, привет. Привет. Не вешай трубку. Лора? Да. Я начал работать. Никогда не думала, что такое случится. Знаешь что, если честно... Бен, где ореховые пироги? Во второй печи. Во второй печи. Да, во второй, которая в глубине там, в углу. Угловая печь ореховые пироги. У меня еще перерыв. Ясно. Мой босс щекнутый. И честно говоря, последние три часа здесь мне страшно. Этот чел Лора... Эй, Бен. О, господи. Перерыв уже почти закончился. Я тут зашиваюсь совсем. Да, я сейчас. Я по телефону разговариваю. Ты видел, куда разносчик положил готовый хлеб? Твою... Да! Его здесь нет, а на другой стороне тоже. Где он, черт возьми? У вас в заднице? В заднице своей посмотрите. Я смотрю, смотрю. Окей. Лора? Да. Забери меня отсюда. В общем, я знаю, что нравятся женщины, и я расскажу вам, что это. И что же? Мои друзья, еще одно, что им нравится, очень много внимания. Некоторые называют это преследованием, но я вам скажу, им это нравится. Они могут дурачить вас судебными запретами или каким-нибудь там боевым карате. Это они так заигрывают. Нет, по-моему, от таких шуток мне как-то не по себе. И надеюсь, вы понимаете, почему. Ведь есть женщины, которые боятся выходить из дома из-за мужчин, которые им угрожают. И, согласитесь, у них есть на то причины. Извините, доктор Кац, у меня уснула ступня, и, по-моему, это распространяется на всю ногу. Можете перестать говорить? Я послушался вашего совета и купил кассету для улучшения сна. В принципе, это... Вот что это, звуки колокольчиков, водопадов и тому подобного. Потом раздается голос. Расслабьтесь. 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 Разве не это же говорят, прежде чем надрать вам задницу? Не напрягайся. Расслабься. Тодд. Привет, Бен, что такое? О чём ты? Не знаю, ты типа весь в муке, что ли? А, да, мешок порвался. У меня новая работа. Работа? Работа. Ого, и где же ты работаешь? Работаю в пекарне Стива. Пекарне Стива? Ты знаешь пекарню Стива? Мне нравятся их булочки и кексы. У меня сегодня первый день. Ты пекарь? Я помощник пекаря. Ты помощник пекаря? Ну, я скорее его напарник. Напарник помощника? Я типа вице-пекарь. Там только он и я. И что это за работа? Это офигительный процесс. Офигительно скучный процесс. Так, зачем им это? Ему просто нравится... Ему нравится постоянство. Ему нравится... Я думаю, ему нравится иметь работу. Кто-то должен это сказать, пусть это буду я. Он сможет нарубить там капусты? Хорошая шутка. По-моему, из разряда булки пристали друг к другу. По-моему, это более удачное. Сомневаюсь в этом. Это чуть лучше. Я ногу на бар положила, вы, надеюсь, не против? Она положила ногу. Положила голую ногу на бар. Ничего себе растяжка. Да. Не знаю. Увидел бы эту санэпидемстанцию, они бы тебе устроили. Они никогда здесь не бывают. Это успокаивает. Стив, я... Бэд, послушай. Просто четыре очень рано. Бэд, дай мне сказать, ладно? Дело... Дело не в тебе, Бэд. И я не могу передать тебе, что значили для меня эти два дня, то, что я узнал тебя. Да. Вдыхал с кем-то эти запахи, это... Мне будет этого не хватать, этих моментов. Да. Но я хочу, чтобы ты ушел, Бэд. Повесь передник в свой шкафчик, а колпак положи сверху. Хочу, чтобы ты помнил, чему тебя здесь научили, и желаю тебе огромной удачи. То есть вы типа меня увольняете? Нет, 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 не типа ты уволен, Бэд. Ага. До свидания. Окей, а я думал, у меня все получается. Дело не в тебе, Бэд. Дело не в тебе. Да, я забыл дело в вас. Тогда, раз дело в вас, то мне остается только одно. Отпустить вас... Да? ...заниматься делом. Окей, верно. То есть вы как бы уволены, Стив. Мы не можем расстаться никак иначе, кроме как по-дружески. Так, я думаю. Нет, я... Добрав. Не будем раскидываться тем, что у нас есть, Бэд. Да. Но было прикольно, когда вы взяли огнетушитель и тушили... Я не хочу вспоминать приятный момент, это слишком грустно, Бэд. Давай все быстро закончим. Давай сделаем операцию без наркоза, окей? Мне нужно ики работать, Бэд. По-моему, мне еще не заплатили, так? Так. Вы должны мне за вчера и... Возьми булочки с кокосовой стружкой. Это моя зарплата, булочки с кокосовой стружкой? Знаешь, ты прав. Возьми еще пончиков. Знаете, Стив, я не согласен на эту пекарскую подачку. Я хочу денег. Умеешь ты торговаться, вот тебе большой батон моего любимого хлеба. Можете положить его в пакет? Без проблем. Лора! Бен, ты что тут делаешь? Меня уволили. Я знала, что этим кончится. Знаешь, так легко быть уволенным. Да. Просто не знаю, как ты протянула так долго. Я сама не знаю. Бен? Пап. Ты ведь должен быть в пекарне. Ну, формально я не должен там быть. Я что-то не понимаю. Что-то случилось? Как бы тебе сказать... Скажи, как есть. Уволили. Уволили? Как он мог тебя уволить? Ты только начал. Помнишь, как ты разбудил меня утром? Угу. И когда ты ушел из комнаты... Так. ...я снова уснул. Подожди-ка. Так вот, я опоздал на 4 часа. Ты наверняка расстроился, Бен. Да, ты что такой радостный? Потому что меня уволили. Теперь я свободен. Я пытаюсь взглянуть на это более позитивно. Бен, не хочется думать о твоем увольнении как об освобождении. Но на самом деле это так. Я могу радоваться твоему освобождению, но не могу увольнению. Так давай отпразднуем этим, я все это украл. То есть, о. Стив ушел в кладовку, а я набил несколько сумок. Это что, трубочки с кремом? Там все есть. У тебя есть немного времени или работать надо? Да, нет, у меня есть минут 20. Так, грустно вам. Целый день нужно работать. Итак, давайте попробуем еще раз, Кэтрин. Но теперь я буду вашим мужем, а вы с собой. Посмотрим, как все это получится теперь. Я буду такой, как хотела бы, или такой, какая есть? Вы слышали, что только что сказали? Да. Удивите меня. И желательно себя. Ты где был? Последние полчаса я был в бассейне. А где была ты? Что ж ты не зашел поздороваться? Я даже не знала, что ты был дома. Если ты видишь мои ключи, обычно это значит, что я дома. Извини, я забыла про список правил. Это не правило. Ничего не важно. Это важно. Я забыл, что женился на женщине, переставшей обращать внимание. Ой, я забыла, что это все была игра. Я забыл, что я забыл. Точно. На следующей неделе в неудачном браке. Доктор Кэтс, держали когда-нибудь обезьяну? Нет, никогда. О, господи, я как-то держал. И вот, что я вам скажу. В обезьяне все очень здорово, кроме задницы. Видели когда-нибудь ее задницу? Нет, вряд ли. Боже, вы бы поняли, если бы видели. Она вся красная и выпирает. Кажется, что она недоделанная. Но обезьяна прекрасное животное. Мое любимое животное. Знаете почему? Из-за ее рук. Они похожи на ноги и очень шаловливые. Серьезно. Я держу обезьяну. Мы любим друг друга, нам хорошо вместе. Она хватает меня за нос, сыграет с моим ухом, как ребенок. Она как маленький волосатый ребенок. Но эти шаловливые рычонки, они тянутся не туда. Кэтс, вы слушаете? Я слушаю, я это записываю. Вот, видите, извините, Дэйв, вы знаете, что это за музыка. Нам нужно остановиться. Мы можем в следующий раз с этого начать и, возможно, перейти от животных к реальным проблемам вашим в том числе. Ладно, капитан Скокота, все с вами ясно. Ваше индейское имя... Озвучено по заказу Дважды Два. Дважды Два. Дважды Два. Дважды Два.